Давай. Ты что, меня снимать будешь? Да, давай. Кате Сурковой 8 лет. До декабря 2019 года обычная девчонка с косичками. Занималась хореографией, увлекалась пением. При веселого зайчика прыгали в лесу, На опуске встретили рыжую лесу. Неожиданно у Кати заболела рука. И началось. Тревожный рентген, поездка в краевую больницу, Серьезная операция. Биопсия подтвердила подозрения врачей. Заболела ручка у нее, обратились к врачу. То есть нас послали на снимок. Это было 27 числа, 27 декабря. Сделали рентген или снимок. И вот у нас обнаружилась эта беда. Лечение саркома Юинга возможно. И семья обратилась в московские клиники. Но ответа не получила. Когда состояние ребенка резко ухудшилось, Мама, Любовь Суркова, сама начала борьбу за жизнь Кати. Нашла пациентов с подобным диагнозом, которые смогли победить рак. По их рекомендациям обратилась в клинику в Турции, Которая имеет хорошие показатели по лечению саркомы. Сейчас мы с Катей находимся в клинике Анадолу, город Стамбул, на лечение. Это первый этап на 16 курсов химиотерапии. По истечению 6 курсов будет назначено новое обследование. К тому времени планируется уменьшение опухоли размеренно до 10% ее остатка. И будет проведена операция. Несколько недель они находятся на лечении в Турции. И уже видны улучшения. Итоговая сумма лечения зависит от курса доллара. Нужно 68,5 тысяч. Это более 5 миллионов рублей. На продолжение химиотерапии нужно еще полтора миллиона. В фондах мы стоим на очереди. Документы пока рассматриваются. Как очередь подойдет, нам дадут знать. Я хочу поблагодарить всех, кто нам помогает. Всех, кто остался неравнодушны к нашей беде. Хочу сказать вам большое спасибо. Без вас мы бы не справились. Затем, как продвигается лечение Кати, можно следить в режиме реального времени в Инстаграме. Там же ежедневно выкладывают отчеты о перечисленных средствах. Если вы имеете возможность помочь Кате Сурковой, реквизиты вы видите на экране. Дорита Миллер, Ксения Цапко, Иван Зяблицкий. День с толком. Она с папой поговорит.